Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, и это ролик про новинки фастфуда на лайв-канале, потому что не так много прям крутых новинок. Я слышал, что у KFC будет скоро новый релиз и будет на основном канале, а здесь так чисто то, что я не пробовал, и то, что в целом более-менее новое. Напоминаю, что 2000 лайков прямо сейчас на этом ролике, и завтра выходит новое видео с пылу, с чему? Правильно, с жару. Начнем с не очень сегодня новинистого KFC. Вы видите хот-дог. Это совсем не новинка, но просто я все это время так его и не пробовал, поэтому для меня это будет по-новому. И буквально 2 дня назад мне сказали, что вышел имбирно-пряничный капучино, который стоит 70 рублей за 0.3, и это вот как раз можно считать новинкой в KFC. Хотя, повторюсь, что скоро обещают большой релиз. 79 рублей за такой вот хот-дожик с кусочком перчика халапеньо, с куриной котлетой, чуть-чуть лучка и соус в виде горчично-кетчупной такой субстанции. Знаете, довольно неплохо. Я много слышал разных отзывов и негативных, и позитивных, но это правда за свою цену очень хорошо взять горяченький, перекусить. То есть он не насытит вас на весь день, но на часок-два, что, допустим, добежать до дома с работы или с учебы, в принципе, перекусить и дома уже поесть хорошо, в принципе, самое то. Не очень актуальная информация, но хот-дог можно брать. Я официально разрешу. Давайте-ка отведаем капучино прянично-имбирный. Я, как вы знаете, не очень люблю кофе, не очень понимаю, но у меня всё-таки есть такая мечта научиться любить кофе, и поэтому я сейчас пытаюсь, условно, через не хочу, через какие-то свои внутренние стоп-листы пробовать кофе и искать тот, который мне может понравиться, который я смогу пить на постоянной основе. И, возможно, пряничный-имбирный капучино из KFC будет тем самым кофе. Запах кофейный, естественно, но мне хотелось бы, конечно, чтобы было больше вот имбиря и пряника, но в первую очередь, конечно же, это кофе. Давайте пробуем. Ну, его пить точно можно тем, кто любит сладенький капучино, тот за милую душу и выпьет. Мне, как нелюбители, я думаю, что, кстати, среди вас тоже есть люди, которые, ну, не любят кофе, и напишите просто в комментариях, а то я уже думаю, что я такой один. Поэтому пишите в комментариях, лайкну, и будем держаться вместе. Горечи, как таковой, нет. То есть, это лёгкий, такой молочно-капучиный напиток, но я не особо чувствую ни имбирь, ни пряник. В запахе что-то такое есть, во вкусе практически нет. То есть, ну, пенка пахнет тем, как всё дело называется, но вкуса я не чувствую. То есть, это для любителей прям вау, хорошо, круто, тем более в прохладное время, там, осень-зима, когда хочется чего-нибудь такого, знаете, выпечено-сладкого выпить. И это как раз-таки капучинка будет для вас. Для тех, кто не любит кофе, можно попробовать такой, знаете, сделать мостик между совсем... То есть, когда вы не пьете кофе и настоящим взрослым кофе. То есть, возможно, этот мостик будет вами найден. Давайте пойдём дальше. Честно говоря, Макдональдс тоже нас сегодня новинкой, ну, не шибко порадовал. Недавно у них был такой большой апгрейд, то, что можно было заказать Маккомбо. И как они пишут, у них более 540 вариантов этого Маккомбо. То есть, это можно маленькая кола большая, кола там маленький спрайт большой. С каждым сэндвичем, с каждым блюдом можно сделать комбо. Но это не шибко интересно, потому что те же самые блюда просто скомпонованы в одно. И здесь не Маккомбо, а Наггетс Бокс, по сути, то же самое, скомпонованно в один. Но более, так сказать, новая версия пункта меню, потому что Маккомбо уже несколько месяцев. А Наггетс Бокс появился, ну, буквально, там, может быть, недельку назад. Поэтому о нём стоит сказать. 85 рублей за 5, ладно, 5, не обманули Наггетсов, и маленькую картошку фри. Я так полагаю, что это дешевле, чем покупать это по отдельности, иначе не было бы смысла. Сырный соус также 20 рублей, как и раньше. По вкусу, естественно, то же самое. Я тут и не питал надежд, но нужно было просто оценить вот эту самую боковку. И она, кстати, довольно неплохая. То есть здесь закрытые Наггетсы, и её можно спокойно переносить с собой. То есть это, принц, такой дорожный вариант снеков с Макдональдса, когда сел, перекусил, закрыл, положил в какой-нибудь пакетик, возможно, и дальше куда-нибудь следуешь. Наггетсы хрустящие, куриные, хорошие. С корочкой, соусом, картошка, фри, как и везде. Это окей. Это можно брать, если вы любитель снеков, и вам нужно перекусить что-то. За 85 рублей милое дело взять это самое наполнение бокса. Так, малиновый пунш я тоже не пробовал. То есть я очень давно его видел, о нём слышал. Но вот так, чтобы найти в Макдональдс пробовать малиновый пунш, такого в моей жизни пока не было. Поэтому это выпуск такой, знаете, промежуточный между какими-то основными хорошими новинками и тем, что я ещё к своему стыду не сумел попробовать. Стоит он 111 рублей, и дорого это или дёшево? Это дороже, чем капучино из KFC, но в целом я думаю, что это не шибко дорого даже для фастфуда. То есть горяченькое 0,04, да, наверное, здесь. С приятным ароматом малины, с приятным ароматом малины, и такой, знаете, с похожей на натуральную консистенцию. То есть это пунш с большим количеством... Я вот не знаю, возможно, это сироп малиновый, но по вкусу как будто, правда, это настоящее сладкое малиновое варенье. Ммм, это точно приятно, это точно хорошо. Приятно держать тёпленькое в руке, особенно когда идёшь там до остановки или до места, куда вам нужно. Согревает и внутри, и снаружи сладенько, ягодно, хорошо, по-осеннему. То есть здесь малина не летняя, которая, знаете, вот такая прям свежая, а осенняя, когда ты её уже собрал, заготовил там её с родителями, с бабушками, дедушками её в какую-то тару, там, в банку или ещё куда-то, и вот ждёт своего часа эта малинка, когда в холодные безвитаминные времена вас согреет и насладит этим самым ягодным и ярким вкусом. Это, конечно, кайф, правда. Вот до того, как попробовал, думал, ну вот 111 рублей, всё-таки жалковато может быть. А сейчас я понимаю, что это того стоит. Горяченьким запить в холодное время года – это самое оно. И давайте-ка переходим к главным новинкомейкерам этого сезона пока что. Это у нас Бургер Кинг. У нас здесь вышел воппер, такой вот зомби, ядрёный, ядрёный, довольно большой. И сейчас будем разбираться, что к чему. И танкобургер, который вышел тоже, ну, некоторое время назад, там, пару месяцев, по-моему, в конце августа или в начале сентября. Но, опять же, тоже я для вас это не снимал, поэтому считаю, что не лишним будет, если мы пройдёмся, так сказать, по классике, по старинным Бургер Кинговским рецептам. Каждый из бургеров стоит по 199 рублей 50 копеек, то есть 200 рублей за бургер в фастфуде – это средняя цена. То есть это точно не дёшево, потому что есть даже в Макдональдсе, в том же или в KFC бургеры, которые стоят дешевле 200 рублей. Но, во-первых, если мы берём танкобургер, ну, он правда, он правда здоровый, и им одним можно прилично так наесться, ну, на пару часов точно. Почему более маленький зомби-бургер стоит тоже 200 рублей? Понятно, потому что новинка, необычная булка, там какой-то ещё вот красный такой необычный соус, в общем. Ну, и он тоже довольно большой. Давайте-ка проверим на вкус и вообще на начинку, что же нам такое дают в Бургер Кинге за 200 рублей. Танкобургер. Большая верхняя булка, салат, соус барбекю, какой-то такой белый типа майонезного соуса. Есть лук, есть другой лук, сыр. В общем, в целом, и, кстати, по-моему, картошка, картошка фри. В общем, все ингредиенты нам знакомы, но просто между огромных реально булок. То есть, это, ну, чуть ли не с мою голову, этим за 200 рублей можно наесть смело. Хоть и одна котлета, но она, опять же, как и в Бургер Кинге, во всех бургерах она прям здоровая. Это реально сытно, и картошка по-деревенски внутри, она сытность, а то только увеличивает, ну, в полтора раза точно, потому что, когда картошку кушаешь, сытость приходит намного быстрее. То есть, такой гарнирчик в бургере, стандартное мясо, то есть, котлета на гриле, довольно вкусное. Сырочек обычный. Все ингредиенты нам знакомы, но собраны в сытный такой бургер. Ничего особенного про него сказать я не могу, ибо вы и так все поняли. 200 рублей определенно стоит. Найдитесь, ну, часика, наверное, на два точно, если еще будет какой-то напиток или там картошка фри, допустим, то и на все три-четыре брать стоит. Ничего здесь лишнего нет. Нет, картошка по вкусу не шибко чувствуется, но зато, как я уже сказал, повторюсь, она дает лишнюю сытость. А мы же едим, ну, в первую очередь для того, чтобы насытить свой организм витаминами и вообще набить свой желудок. Это хороший вариант для этой цели. А вот зомби-бургер, ядреный, воппер, это довольно интересно, потому что тут помимо насыщения должно идти что-то такое, знаете, такое вот, знаете, такое творческое, что-то вот, необычный бургер, можно и сфоткать его, можно и... Если, допустим, вы первым из друзей его купили, то можно похвастаться тем, что смотрите, я ем зеленый бургер. Хотя, конечно, я и год назад, и два, снимал видео про разного цвета бургера, и у Лены Райпин в Питере тоже есть тоже бургер необычного цвета, поэтому нас уже не шибко удивишь. Только цветом, ну, возможно, вкус вот этого соуса будет как-то необычный. Тоже стоит 200 рублей, он поменьше, ну, давайте попробуем узнать, за что такая цена поставлена на этот бургер. Здесь помидорка на первом месте. Он прямо ядреный. Мне попалось халапенько и в целом острый соус. Ох, слушайте, это очень приятно. Я, естественно, ожидал, что он будет острым, но не ожидал, что правда острым. Потому что если мы вспомним ролик про новое меню Тануки сезонное, там написано острое, там было не острое, а где не было этой маркировки, там прямо остриночка нам попадалась. Здесь же все на месте. Здесь основательный, плотный вкус мяса. Булка, которая не дает тебе расслабиться. То есть она, ну, такая... Она мягкая, но при этом она очень плотная. То есть мне нравится этот бургер тем, что... Тем, что он с характером, как бы это ни было пафосно на слух, но такие вот все плотные ингредиенты, хорошие, но при этом свежие. И на данный момент это реально один из лучших бургеров в линейке Бургер Кинга. Остренький, с большим количеством ингредиентов. То есть здесь на маленькой площади натыкано очень много всего. То есть этот соус... Острый такой. Не знаю, как называется соус, даже не буду врать, но он дает пикантности вот прям как надо. Все понятно. 200 рублей можно потратить. Попробуйте, если нравится, покупать дальше. Если нет, можно не покупать, но в любом случае вы не расстроитесь. То есть деньги потрачены. Не зря этот бургер стоит того, чтобы его попробовать, и на него потратить 200 рублей своих брокационных денег. И, конечно же, малиновый пунш. Малиновый пунш ко всему подходит. Он залачивает приятной такой ягодной сладостью любое из сегодняшних блюд. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было полезно. Пишите в комментариях, во-первых, как вы относитесь к кофе. Во-вторых, что вы из новинок пробовали, а что хотите попробовать. И был ли полезен мой сегодняшний обзор. Если да, это замечательно. Я рад, что моя работа была подделана не зря. Если нет, ну, тогда до завтра. 2000 лайков с вас, и завтра выйдет тоже что-то интересное, полезное, какой-нибудь фуд-обзорчик. Может быть, с кем-нибудь. Интересным, красивеньким. А может быть, и нет. Посмотрим. Лайки, с меня контент. До новых встреч.